Семен и Елена принимают поздравления. Для них это день особенный по нескольким причинам. Семен военнослужащий, участник боевых действий. В Тольятти приехал в отпуск и решил зря время не терять. Приехал в отпуск, так захотелось жениться. Сделал предложение и выбрал 23 февраля, день защитника Отечества и по смятительству день свадьбы. История нашего знакомства очень интересная. Я ездила в деревню, где проживает Семен, его родители. С будущего, наверное, возраста такого юношеского, но они не были знакомы. Приехал к сестре на свадьбу в Казань, мы начали общаться и как-то все так завертелось, что поняли, что все. Без лишних каких-то формальностей, без лишних разговоров поняли, что полюбили друг друга. Молодожены уверены, что залог счастливой семейной жизни – это доверие и понимание. Добрые традиции, народы, вашим гостям. Поздравляю вас с супружеским. Поцелуем. Хороший день. Управление областного ЗАГСа запустило акцию «Книга семье Донбасса». Елена и Семен с удовольствием присоединились к этому проекту и пополнили библиотеку города Снежное русской литературой. Детям желаю самое главное – счастья, здоровья и мирного неба над головой. Самое главное – чтобы они были живы, здоровы и радовали нас всеми своими успехами, своими благополучи в семье. Во дворце бракосочетания Тольятти 23 февраля 18 пар решили в этот день заключить брак. Среди них – Ксения и Алексей. Молодые познакомились во время празднования Нового года. И уже на следующий Новый год Алексей сделал предложение. Патриотизм есть, патриотизм есть всегда. И у нас не только свадьба в этот день, и много других праздников, даже День защитника Отечества. День такой значимый и никогда не забудется. 23 февраля можно смело назвать красивой датой. Она не только патриотичная, но и зеркальная. К слову, впервые за последние годы дворец бракосочетания Тольятти и другие ЗАГСы города открыли свои двери в эту дату. Многие молодые люди, когда подавали заявление, когда мы им говорили, что есть возможность зарегистрировать брак в День защитника Отечества, они с радостью на это откликались. Им прямо какое-то воодушевление было в их взорах. И они с удовольствием подавали заявление на эту дату. Александра Савоста, Ярослав Яркаев. Новости Тольятти.